В эфире программа День города, в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Темы, о которых мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Один клик до беды. Чем грозит всемирная паутина детям? Фермерство – это модно. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области поощрили семейные фермы. Дети – наше будущее. В Рязани проходят праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты детей. Международный день защиты детей уже несколько десятков лет. Более чем в 60 странах отмечают 1 июня. В России праздник отмечают с размахом. Он никогда не был выходным, но именно сегодня стартует любимая пара школьников – летние каникулы. Конкурсы, концерты и праздники проходят в школах, парках, детских дошкольных учреждениях повсеместно. Театр юного зрителя в этот день решил по традиции подарить сказку самым маленьким жителям нашего города. На протяжении нескольких десятилетий театр юного зрителя придерживается доброй традиции. В День защиты детей в его стенах собираются многодетные семьи, семьи представителей средств массовой информации и школьники. Всех их приглашают для того, чтобы поздравить с праздником, подарить сказку и не только. В первую очередь хотелось бы поздравить наших школьников с тем, что у них начались каникулы. Сегодня официально очень у многих. И традиционно в этот день в нашем театре проходят мероприятия. Сегодня мы дарим сказку нашим юным зрителям, которые сегодня приходят и радуют нас. Проводим викторины и различные конкурсы. Организацию викторины и конкурсов взяла на себя областная детская библиотека. С театром юного зрителя они давние друзья. Уже не раз сотрудники библиотеки представляли в стенах театра книги, с героями которых многие дети знакомы и по спектаклям. Сегодняшний день не стал исключением. Сегодня мы решили показать детям самые лучшие книги о детях, именно о них. И мы хотим, чтобы дети немножечко поиграли, поучаствовали в викторинах, в которых они узнают, познакомятся с любимыми героями их книг, сказочных героев, много загадок о животных. Огромной популярностью пользовалась новая книга с невероятно реалистичными картинками, показывающими в полную величину животных, которые обитают на нашей планете. Ну а после детей и их родителей ждал спектакль «Красная шапочка». Конечно, эта сказка знакома всем ребятам. Кому-то по фильму, кому-то по книге. Но, как признаются сами дети, смотреть интереснее, чем читать. В детстве ты видишь, как там все происходит, а в книжке ты это не увидишь. Возможно, детям и невдомек, что сегодня у них праздник. Сейчас для них самое главное – возможность поиграть и посмеяться над добрыми героями «Добрые старые сказки». Ну а защитить детей, в том числе и от потоков негативной информации современного мира, родителям всегда поможет театр с его поучительными и волшебными спектаклями. Современное общество настолько устало от химии и полуфабрикатов неизвестного состава, что готовы даже переплачивать деньги, лишь бы получать по-настоящему здоровую пищу. Сегодня фермерские продукты потребляют в огромном количестве, и объемы их продаж растут. Желающих купить мясо или молоко у фермеров всегда достаточно, и это легко объяснимо. Забота человека о здоровье наконец-то вошла в нужное русло, а поддержка фермерских хозяйств давно стала общегосударственной задачей. Среди семейных животноводческих хозяйств, которые собрались в Малом зале Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, представители почти всех районов области. География широка – Сапожковский, Ермишинский, Рыбновский, Касимовский. Сегодня фермеры получили гранты на развитие семейного фермерского бизнеса. Преимущество – мы селекционную работу ведем. Так что сейчас все заводы селекционные пребывают в плачевном состоянии. То есть мы хотим попробовать заниматься селекцией. Мероприятие по поддержке начинающих фермеров реализуется на территории Рязанской области с 2012 года. Семейные животноводческие фермы впервые получили поддержку в 2015 году. Стать участниками конкурса на поддержку могут начинающие хозяйства, а также семейные фермерские хозяйства. Максимальный размер гранта – полтора миллиона рублей. Развитие подсобных хозяйств набирает обороты и все чаще вырастает в фермерское дело. За натуральным производством будущее. Так считают не только представители власти, но и общество. Родители нынешних 11-ти классников помнят, как отмечали свое окончание школы. Вручение аттестатов в актовом зале, а сам праздник в школьной столовой. Простенькие наряды, не платьев в пол, не вычурных причесок. Сегодня все это в прошлом. Наша съемочная группа оценивала масштаб головной боли для родителей и эйфории для выпускниц. Пересматривая семейный архив, родители выпускницы Анны Деминой и сами с трудом верят в то, что их дочка, давшая первый звонок в своей школе, вместо портфеля примеряет выпускное платье. Огромные банты куплены специально для этого дня. И они готовы смириться с отсутствием любимых косичек. Приготовленный новый костюм в школе, где будет учиться Анне Демина, принята школьная форма. Все очень быстро. И начальная школа, и подросток. Сейчас уже выпускница. Глядя на дочку, мама едва сдерживает слезы умиления. Для Ирины Николаевны ее Аня навсегда останется маленькой девочкой с белыми бантами, которая бесстрашно берется за любое новое дело. От музыки и танцев до благотворительной помощи. Анна-волонтер помогает общественному движению города. Это день молодежи, волонтерства. Продумывать образ, в котором она появится на главном школьном балу, Аня начала пару лет назад. А оказавшись в магазине, выбрала совершенно другое платье. Какое останется сюрпризом. Рада, что мы нашли общее понимание, выбрали наряд. Пришли к единому мнению. Ну и думаем, что будем красотки. Купила туфли, я все аксессуары купила. Я полностью готова к выпускному. Клач, которому у меня будут подобраны цветы. В волосах такого же ярко-кораллового цвета, потому что у меня весь нежный образ. Пока юные модницы решают, какой длины будет платье, что поместится в клач, их родители мысленно подсчитывают расходы. Если сложить самые минимальные цены, то в этом году дочка-выпускница обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Сын вдвое меньше. И это без учета затрат на фотографа, видеооператора и ресторан. Это самая была первая тема, ресторан, куда пойдем, потом гулять, рассвет ли встречать будем, потому что это же традиция, и у нас все говорят, что нужно встречать рассвет. Школьная столова уже не катилась? Нет, совсем нет. До главного желания этой девочки с экрана стать взрослой осталось совсем чуть-чуть. Всего-то сдать школьные, а затем вступительные экзамены. Но почему-то сегодня совсем не хочется торопить время. Классная руководительница, моя любимая, которая стала мне второй мамой. Я очень ее люблю и хочу, чтобы всегда мы были рядом. Когда говорят, что все разлетятся, выпускники, я так не хочу в это верить. Хочу, чтобы мы всегда-всегда были вместе. А мы на всякий случай передаем привет себе в будущее. Следуя традиции, еще через 11 лет очередной журналист снимет Анну Демину в качестве бизнес-леди, которая все успевает. А если серьезно, то всем выпускникам этого года мы желаем достойно справиться с первыми взрослыми испытаниями. ГИБДД информирует об изменении схемы движения. В связи с проведением работ на проезжей части до 20 часов 5 июня в Рязани закрыто движение транспорта по улице Право-Лыбецкая. От улицы Горького до улицы Ленина. И на улице Радищева от улицы Свободы до Право-Лыбецкой. На время производства работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки разработанные схемы движения транспорта. Места производства работ огорожены. Уважаемые автолюбители, просим учитывать это при планировании маршрутов движения по городу. К вопросу о дорожных работах. Дорожникам следует отказаться от ямочного ремонта дорог. Более того, необходимо оформить законодательный запрет на такого рода ремонт, заявила в этом месяце Елена Мизулина. По мнению законодателя, единственные выигравшие в этой ситуации чиновники, для которых ямочный ремонт дорог остается громадным искушением. Быстро заделал яму, а отчитался от проделанной работы. Ведь всем давно известно, что метод ямочного ремонта является устаревшим, некачественным и совершенно неэффективным. Ремонтники решили последовать совету муниципальных властей и приступили к капитальному ремонту. Однако эффективность его остается под вопросом. Наша съемочная группа проверила качество нового асфальта на улице Птицеводов. Этот двор на улице Птицеводов 5 был включен в программу капитального ремонта дворов еще в прошлом году и отремонтирован всего за 4 дня. Хотя обычно работы производятся в течение нескольких недель. По словам жителей, тротуар положен на старый асфальт. Бордюрный камень не заменен, а вот здесь сразу после капремонта образовалась большая яма, у которой не раз оступались жители. Золотали ее недавно. На удивление, ближайшие дворы 3 года назад были отремонтированы идеально. По улице Костичева, на Новатор в том году делали тоже все капитально. А вот этот почему-то сделали вот в таком состоянии ужасно. Чем не знаете, конечно. Вы знаете, мне кажется, может мы, я не знаю, на конце на самом городе находимся, как на отшибе. Вот знаете, вот так вот сделали, может думали прокатить. Ну, я как бы оставлять это так не хочу. Мне хочется, чтобы сделали все капитально. Мы хотели покрасить бордюры желтым-зеленым, как полагается, а все осталось в таком старом виде. Жители уже писали обращение в прокуратуру по московскому району и в областную, а также адресно на имя главы администрации. Пока никакого ответа не последовало. Новый асфальт, который вы сейчас видите, положили после ремонта крыши соседнего дома. Строиматериалы повредили дорожку после ремонта. Но даже на глаз видно, что новое покрытие не протянет и года. Жалоба поступает на то, как у нас происходит ремонт во дворах. И вот пример того же Птицеводов 5 или 4 линии дом 34 указывает на то, что, к сожалению, не все еще умеют работать так, как нужно. Или нет должного контроля за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на ремонт придомовых территорий. Если мы видим подобное, то понятно, что нужно подвергать критике, в том числе и тех, кто наделен полномочиями власти, но, к сожалению, не следит за тем, как расходуются бюджетные средства. В прошлом году на ремонт дворовых территорий города было выделено 20 миллионов рублей. На них, согласно документам, отремонтировали 37 участков. Из московского района вошли только 10, в числе которых и этот двор на улице Птицеводов. Все ли средства дошли до крайнего дома и будет ли здесь когда-нибудь действительно капитальный ремонт, пока сказать сложно. В этом году он не включен в план, а значит, формально он числится отремонтированным. Каждый день мы читаем или слышим шокирующие новости. На Сахалине выпускник школы покончил жизнь самоубийством после неудачной сдачи экзамена. В Саратовской области 13-летний мальчик расстроился и повесился. 11-летняя москвичка после ссоры с родителями попыталась выброситься из окна. В этом списке много и рязанских подростков. Прогресс, а в данном случае интернет, привел к тому, что дети вместо планов на будущее продумывают варианты, как красиво уйти из жизни. В День защиты детей хочется обратить особое внимание на интернет-угрозы. С самого детства каждого из нас учат не брать конфетку у чужого дяди, не садиться в незнакомые машины и не разговаривать с посторонними. Так чем же в этом случае отличаются сообщения от неизвестного пользователя в социальных сетях? Сегодня родителям приходится думать не только об опасностях улицы, но и о просторах всемирной паутины, по которым гуляет их ребенок. Родители же спрашивают, с кем ты гулял, кто у тебя друг. В таком же плане надо строить и отношения, связанные с интернетом. Доверительные отношения выстраивать надо вообще с малого возраста. В Рязанском центре защиты детей от интернет-угроз лучше всего знают, сколько бед может повлечь один единственный клик. От современных развлечений волосы встают дыбом. Наркотики, сексуальные извращения великовозрастных преступников, а на первом месте и вовсе повальный детский суицид. В отношении детей ведется ожесточенная информационная война. Это действительно так. Откройте просто ВКонтакте, посмотрите, там слово «смерть», группы «смерть». Там сотни тысяч подписчиков в этих группах. Даже в средствах массовой информации столько подписчиков нет, как в группах «смерти». Что это за мода ругаться матом и в чем прелесть коллективного жертвоприношения, многие родители, увы, начинают выяснять иногда слишком поздно. У семейных психологов появилось отдельное направление – работа с детьми и родителями, пострадавшими от интернета. Нужно быть внимательнее друг к другу и следить за тем, чтобы взаимоотношения в семье были максимально открытыми и контакт с ребенком был максимально близким. Нужно ли в этом случае знать врага в лицо – вопрос для размышления. Многим детям и в голову не приходит, что эта жизнь не для них, пока они не попадают на агитационные сайты. Вкус спелой клубники, встречи с друзьями, пестрые клумбы – вот за что мы любим отдых на даче. Иногда самый обычный день становится настолько ярким, что хочется запечатлеть его на холсте. Так зачем же хранить красивый рисунок в столе, если можно получить за него ценный подарок? Подумала 10-летняя резанка Софья Баранова и уговорила родителей отправить свою работу на Всероссийский конкурс детских рисунков «Я и моя семья на даче». В комнате сестер Барановых фломастера и краски на первом месте старшая Софья мечтает стать настоящим художником. Помнишь, как цветочек рисовать? Стебелечек сначала, да? Листочек. Это моя младшая сестренка Вера. Ей 4 годика недавно исполнилось. Родители девочек давно приняли решение поддерживать все творческие начинания детей. И вот уже кукла щеголяет в авторском наряде, а папка с личными достижениями растет день ото дня. Софья лауреат таких проектов, как «Пушкин», «Глазами детей», «Звезды нового века» и «Буквицы». Это очень приятно, когда твой ребенок – это первое начинание ее, первые конкурсы, первые какие-то награды и заслуги. Я очень хорошо учусь на пятерке и четверке. Я очень люблю рисовать вот за этим столом. Я здесь делаю уроки и рисую в свободное время. О всероссийском конкурсе детских рисунков, честно признается, Софья первой узнала мама. Я нарисовала свою семью, маму, папу, свою младшую сестренку. Работу отправляли в последний день и мало верили в то, что из 4000 участников в прямом эфире именно Софью признают победителем в своей номинации. А оценивали мастерство юных художников такие звезды шоу-бизнеса, как Оксана Пушкина, Яна Рудковская, Валерия и Дмитрий Маликов. Пробуйте, отправляйте. Даже если вы видите, что ваш ребенок шьет или вышивает, или вам кажется, что это какая-то глупость, это лишнее время, не надо там. Нет, всегда нужно поддерживать, всегда ребенок это оценит, он видит ваше старание и у вас все получится. Талантливые сверстники, уверенно говорит девочка, пусть не отчаиваются и оттачивают мастерство. Я желаю им творческих успехов, удачи во всем, хорошо провести каникулы. Какими новыми увлечениями девочки займутся завтра, они еще не придумали. Маленькая Вера, усердно повторяя за сестренкой, пока не понимает, какой большой вклад в их успехи внесли родители и преподаватели. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Присоединяйтесь к нам в социальной сети ВКонтакте, вступайте в сообщество телекомпания «Город», а также смотрите новостные выпуски, актуальные интервью и тематические программы на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего завершения дня. Генеральный спонсор программы «Жилищный комплекс Дядькова». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс Дядькова – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова